Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Просвещение» беседы о логике. Мы продолжаем рассмотрение центральных тем логики. Мы рассмотрели, чем занимается эта наука, когда она возникла, как она развивалась, и затем перешли к теме законы логики и рассмотрели больше десяти таких законов. Их бесконечно много, но речь шла о тех законах, которые используются нами наиболее часто. Все эти законы нам с вами хорошо известны. О логике говорить одновременно и легко, и сложно. Логика – абстрактная наука, в этом есть определенная трудность. Но, с другой стороны, все мы знаем логику. Мы не знаем названий закона, мы не знаем их точных формулировок, но мы постоянно их используем. Вот я говорил «модус поленс», «модус поленс» – это средневековое название, это латынь. Но каждый из нас каждый день сотни раз употребляет эти законы, эти схемы рассуждения. Каждый человек логичен, каждый человек знает логику, и говорить о ней поэтому достаточно легко. И единственное, что нужно припомнить то, что вы уже знаете, и я постараюсь помочь вам в этом. Неклассическая логика – это продолжение истории логики, истории современной логики. Какие есть разделы в логике? Логика – единая наука, но она слагается из очень многих разделов. Так же, как, скажем, физика, так же, как, скажем, биология, так же, как философия человека и так далее. И вот, в частности, логика, самое общее деление логики – это деление её на классическую логику и неклассическую логику. Давайте мы вкратце остановимся на этих вещах. Классическая логика ориентировалась главным образом на анализ математических рассуждений. И даже одно время сложилась идея, что логика есть математическая, которая служит нужным математике, и есть обычная логика, которая служит нашему повседневному общению. В дальнейшем мы от этой идеи, конечно же, отказались. Логика одна и та же у всех людей. Я уже говорил, что и мужчина, и женщина мыслят одинаково, и дети, и взрослые мыслят одинаково, люди разных национальностей мыслят одинаково. И даже вот я выразил уверенность, что если бы к нам прилетел инопланетянин, появился здесь, то если бы мы с ним могли общаться, он вынужден был бы использовать те же законы логики, что используем мы. Как только возникла логика, современная логика, конец 19-го, начало 20-го века, тут же разделилась на классическую логику и неклассическую логику. Некоторые из направлений неклассической логики формировались в оппозиции к классической логике, некоторые в полемике с ней, но суть была проста. Логика должна быть более широкой наукой, чем это было традиционно, чем это было 2000 лет, и важно расширить поле логического зрения, чтобы видеть широту логики. Критика классической логики началась уже в конце, в начале прошлого века, в начале 20-го века. Она велась с разных направлений, и результатом ее явилось возникновение целого ряда неклассических направлений логики. Я уже упоминал математика Брауэра, который 17 страницами буквально-таки перевернул логику и перевернул теорию множеств. Возникла интуиционистская логика. Интуиционисты и сам Брауэр не считали нужным дать ей строгую формулировку. Интуиция – вещь весьма неопределенная, и они считали, что достаточно интуитивных представлений о логике, чтобы рассуждать логически правильно. Поэтому, хотя в 1908 году Брауэр написал первую свою статью, только в 1930 году его ученик Гейтинг наконец дал аксиоматическую формулировку, сформулировал исходное положение этой логики, правила, по которым выводятся теоремы из этих аксиом, и сложилась интуиционистская логика. Еще в 1912 году американский логик и философ Льюис обратил внимание на так называемые парадоксы импликации, характерные для формального анализа условного высказывания в классической логике материальной импликации. У нас есть в обычном языке союз «если то», он выполняет очень разнородные функции. В логике для него вводится специальная связка, и она называется импликацией. И Льюис обратил внимание на то, что классическая логика не совсем правильно трактует связку «если то», на ее место ставит то, что принято сейчас называть материальной импликацией. Импликация гораздо более сложна, чем это представлялось в классической логике. Льюис бы и сказал идею, что нужно усовершенствовать теорию импликации, нужно приблизить ее к нашему обычному «если то». Это не удалось, кстати, до сих пор. Задача не такая простая и не так быстро она решается. Но, тем не менее, Льюис ввел понятие строгой импликации, более совершенной, чем классическая импликация. На рубеже 20-х годов Льюис и польский логик Лукасевич построили первые в современной логике так называемые модальные логики. Это логики, в которых рассматривается понятие возможно, необходимо, невозможно, запрещено, разрешено, обязательно, знает, понимает и так далее. А еще раньше этим стал заниматься Аристотель. Но Аристотель говорил о таких модальных понятиях «необходимо», «возможно», «вероятно», «случайно». И все. Других модальностей он не выводил. В 20-е годы в число модальных понятий в число модальных понятий были причислены понятия «обязательно», «разрешено», «запрещено» то, что мы называем нормативными понятиями. Были причислены также те понятия, которые связаны со знанием, знает, понимает, полагает, убежден, сомневается и так далее. Это так называемые эпистемические понятия от слова «эпистемология», «теория познания». Стала складываться также логика абсолютных оценок, оценок, выражаемых с помощью слов «хорошо», «плохо», «безразлично». Есть сравнительные оценки «лучше», «хуже», «равноценно». И есть абсолютные оценки. С абсолютных оценок началось знаменитый немецкий философ Гуссель занимался этим, но, к сожалению, у него ничего не получилось. И его работы были опубликованы только в 60-е годы, а первая логика абсолютных оценок была построена только в конце 60-х годов, после работ Гусселя и опираясь на эти работы. Долгое время главной темой логики была теория множеств. Попытка вот как-то систематизировать теорию множеств и завершить ее. Известно, что математика сводится к теории множеств. Если бы удалось систематизировать теорию множеств, это означало бы завершение процесса развития математики. И этим занимались десятилетия. И сейчас я могу сказать только, что это был во многом впустую потраченный труд, поскольку процесса завершения развития математики не видно, и он никогда не наступит. Даже сейчас есть такие аксиомы, такие утверждения, которые некоторыми считаются, что их нужно отнести к теории множеств, а другие несовместимые с ними утверждения не относятся к теории множеств. Это аксиома детерминированности, аксиома вероятности. Так что у теории множеств такая же длинная история, как и у самой математики. Попытка свести математику к какому-то ее узкому разделу оказалась наивной. Хотя она отняла у математиков 30 лет. Паронепротиворечивая логика. Я уже упоминал эпикета и Аристотеля, первым сказавшего, что из противоречия можно вывести все, что угодно. Если вы берете два противоречивых утверждения, то из них можно вывести любое произвольное высказывание. Сложилась, как я уже говорил, эпистемическая логика. Сложилась логика предпочтений, имеющая дело со сравнительными оценками. Абсолютные оценки – это хорошо, плохо, безразлично. Сравнительные оценки – лучше, хуже, равноценно. И хорошо и плохо, как правило, связаны ближе с человеческим действием. А лучше и хуже – более абстрактны. Это сравнительные оценки. И они зачастую называются предпочтениями. Стала складываться также логика изменения, говорящая о том, как одно состояние мира переходит в другое состояние мира, как протекают процессы. Ведь в мире есть не только вещи и не только ситуации, но и процессы. Они каким-то образом протекают. Вот логика изменения это и изучает. Экстенсивный рост логики, то есть рост ее вширь, не завершился и сейчас. Ну, давайте мы вернемся к нашему Брауру, которого мы упоминали, и рассмотрим чуть-чуть более подробно интуиционистскую логику. Что это за интуиционизм? И что это не только логика, но и интуиционистская математика. Те, кого сейчас называют классиками, вот Льюис, Брауэр и так далее, когда-то классиком и не были, а были современниками, те, кто жил в то же время, что и они сами, и подвергались столь же жесткой критике, как и другие современники. Никто не предполагал, что Брауэр – великий логик, великий математик, что Льюис – великий логик. Они считались обычными логиками, их критиковали, как и всех остальных. С точки зрения Брауэра, в основе математики лежит интуиция. Он называл ее фундаментальной интуицией. И не все обычные принципы приемлемы для этой интуиции. Так, в частности, обстоит дело с законом исключенного третьего. Он не может быть принят для сторонника фундаментальной интуиции. Этот закон, говорил Брауэр, исторический возник при рассуждениях о конечных множествах. А ведь человек долгое время рассуждал только о конечных множествах. Его не интересовала бесконечность. Бесконечность, как таковая, и сама теория бесконечности возникла только в XIX веке. Ранее человек рассуждал только о конечных множествах. И вот в рассуждениях о конечных множествах по мысли Брауэра как раз и сложился закон исключенного третьего. Затем этот закон был по Брауэру необоснованно распространён и на бесконечные множества. Когда множество является конечным, мы можем решить множество, мы можем любой термин употреблять, множество, совокупность, класс. Иногда даются определения понятия множества в словарях. Но здесь есть одна тонкость, что множество обычно определяется как совокупность однородных объектов. Но здесь явный круг в определении, явная ошибка в определении. Совокупность и множество – это термины равнозначны друг другу. Что сказать множество? Множество есть множество однородных объектов. Нет, так не годится. Допустим, что мы, рассматривая конечный набор чисел, доказали, что не все эти числа чётны. Отсюда по закону исключённого третьего следует, что по крайней мере одно из них нечётно. Причём утверждение существования такого числа можно доказать. Для этого можно предъявить это число. Мы пересматриваем всё это множество, предъявляем это число и предъявляем её. Но если множество чисел является бесконечным, заключение о существовании среди них хотя бы одного нечётного числа является непроверяемым. А это означает, что неясным является слово существование. Что значит существует число? Если чисел бесконечно много, мы их не можем перебрать. Если мы нашли, мы говорим, да, оно, такое число есть в этом множестве. Но в бесконечном множестве мы никогда такого числа не найдём, и это утверждение не проверяем. По выражению математика Вейли, доказательства существования, опирающиеся на закон исключённого третьего, извещает мир о том, что сокровище существует, не указывая при этом местонахождение сокровища и не давая возможности воспользоваться им. Таким образом, по убеждению интуиционистов, закон исключённого третьего не является универсальным, то есть применимым во всех областях. Он применим в случае рассуждений о конечных совокупностях объектов, но не применим в рассуждениях о бесконечных совокупностях объектов. Как говорит Вейл, этот закон может быть верным для всемогущего и всезнающего существа, но Бог, если предположить его существование, может обозреть любое множество, для него не принципиально, конечное это множество или бесконечное, но человек – конечное существо, бесконечное множество он обозревать не может. Выдвигая на первый план математическую интуицию, интуиционисты не передавали, как я уже сказал, большого значения систематизации логических правил. И лишь Гейтинг, ученик Брауэра в 30-м году, наконец, систематизировал интуиционистскую логику, установил аксиомы этой логики, правила, по которым доказываются теоремы. В дальнейшем идеи, касающиеся ограниченной применимости закона, исключенного третьего, развивались у нас в стране очень плодотворно в 20-е годы. Это было просто удивительное время. Это Калмогоров, наш известный математик. Это Андрей Андреевич Марков, долгое время работавший в МГУ и развивавший разновидность интуиционистской логики. Она называлась конструктивной логикой. Интересная разновидность, но, в общем-то, никаких принципиально новых результатов они не получили. Вот так обстоит дело с логиками, применимыми к конечным множествам и с теми логиками, которые могут быть применены к бесконечным множествам. Следующий раздел логики занимается промежуточными значениями между истиной и ложью. Это так называемая многозначная логика. Первую многозначную логику построил Лукасевич, и он первым отказался от принципа двузначности. Согласно принципу двузначности всякое наше утверждение является либо истинным, либо ложным, и ничего третьего не существует. Лукасевич сказал, что есть промежуточное утверждение. Скажем, через год в это время будет идти дождь или через год в это время будет идти снег. Сейчас нет ни причины для этого события, ни причины для отсутствия этого события, поэтому мы не в состоянии сказать, будет ли действительно дело обстоять таким образом. Принцип двузначности был известен еще Аристотелю. Все эти вещи лежат как бы на поверхности, и неудивительно, что еще древние греки много из того, к чему логики обратились в современности уже, знали об этом. Аристотель не считал этот принцип универсальным. Он, в частности, не распространял его на высказывания о будущем. Аристотель приводил, в частности, такой пример. Вот два враждебных флота расположились напротив друг друга. Вопрос или утверждение, будет ли завтра морское сражение? Что является истинным или ложным? Будет сражение или не будет сражение? Можем мы ответить на этот вопрос вот сегодня? Аристотель считал, что нет. В то время вы, конечно, понимаете, что флотилии были хлипкими, зависели от погоды, зависели от направления ветра. Если бы начался шторм, он разметал бы эти флотилии. Если бы изменился ветер, флотилии не смогли бы идти навстречу друг друга. Они ведь или гребли, или шли под парусом. Поэтому вопрос о том, будет завтра морское сражение, или такого сражения не будет, вопрос, в общем-то, неразрешимый. Второй момент, который заинтриговал Аристотеля, когда он в Афинах столкнулся с человеком, несущим новенький плащ с ножницами в руках, и говорящим, сейчас я пойду и разрежу этот плащ. Аристотель не отличался большим богатством, и поэтому его удивил, что вот как может этот сумасшедший человек пойти и уничтожить вот такую прекрасную вещь, которую все завидовали бы, если бы он ее носил. А он возьмет и разрежет его. И он действительно пошел, неясно, чем эта ситуация кончилась, Аристотель об этом не пишет, но он вспоминает вот этот случай, что вот собирается человек разрезать пласть. И действительно может разрезать. Мало ли что ему в голову пришло. Может быть, отомстить кому-то хочет, или просто он не вполне нормальный человек? Аристотелю казалось, что высказывания о будущих случайных событиях, наступления которых зависят от воли человека, не являются ни истинными, ни ложными. Они не подчиняются принципу двузначности, либо истинно, либо ложно. Прошлое и настоящее однозначно определены. Там ничего не изменишь. Там либо первое, либо второе. Никакого третьего нет. А вот что касается будущего, то будущее отчасти зависит и от человека. И человек в состоянии вторгаться в ход будущих событий. И, естественно, что принципу значности к высказыванию о будущем неприменим. Подход аристотеля уже в древности вызвало ожесточенные споры. Высоко оценивал его эпикур, который требовал прямо-таки наличия случайных событий. Если случайных событий нет, то либо-либо, как в прошлом, или вот как в настоящем, если что-то случилось уже, то варианта уже нет. А в будущем есть варианты. Вот эпикур требовал настойчиво случайных событий. Древнегреческие логи, хризип, очень известные в те времена, категорически отрицал вообще случайность. Он считал, что все в мире необходимо. Он не соглашался с Аристотелем. Споры могли идти, конечно, долго. И прошло действительно две с лишним тысячи лет. Прежде чем вопрос о том, что либо истинно, либо ложно, каждое высказывание. Можно ли ответить на этот вопрос? Две с лишним тысячи лет люди не могли ответить на этот вопрос. Проблема, однако, в том, что нужна техника, нужна развитая логическая система, чтобы отвечать на подобные вопросы. И только когда стала формироваться математическая или символическая логика, появилась техника, стало возможным создать теорию, новую теорию импликации, стало возможным создать многозначную логику. Одновременно по числу, и через год после логика, американец Пост построил тоже многозначную логику. Но Пост подходил к делу, он был математиком, подходил к делу чисто формально. Есть ноль и единица, и между ними бесконечное число дробей. Ноль обозначает ложь, единица обозначает истина, а что обозначают эти промежуточные между ними числа? И Пост сказал, они обозначают промежуточное значение истины, между ложью и истиной, определенную вероятность лжи или истины, и так далее. Все законы логики Лукасевича оказались также законами классической логики. Но вместе с тем был и ряд законов, своеобразная, трехзначная у Лукасевича была логика первая, классических, которые трехзначную логику в эту не входили. Среди них были, как ни странно, закон противоречия, который мы считаем одним из основных. Закон исключенного третьего, тоже Лукасевич исключал. Законы косвенного доказательства и так далее. Подход Поста, чисто формальный, чисто математический, конечно, был правомерен на первом этапе, когда нужно только поставить проблему. Но ведь нужно объяснить, скажем, что 0,7-х, конечно, это какая-то степень истины, но что она означает? Что ей соответствует в мире? Мы скажем, истина – это соответствие мысли действительности. Если снег идет, и он действительно идет, то это истина. А что такое 0,7-х от снега идет? Мало снега? Ну, все равно, мы говорим, снег идет. Многозначные логические системы вызвали на первых порах очень большой интерес. И в самом деле необычно было. Всегда в логике считалось, что человек движется между истиной и ложью, и никаких вариантов у него нет. А оказывается, у него бесконечное множество вариантов. Может быть, трехзначная логика, может быть, четырехзначная логика, может быть, n-значная логика, как Пост сразу же предположил. Возьмем n-значную логику между нулем и единицей, n разных чисел, и каждому из них придадим какое-то значение. Но какое значение? Вот в чем проблема. Основная проблема многозначной логики, конечно, в том, что между нулем и единицей, между истиной и ложью, можно, конечно, ввести многие другие промежуточные варианты. Но что они будут означать? Как их определить? Это очень-очень сложно. Во всяком случае, в современной многозначной логике я знаю всего один удачный случай, слупецкий польский логик, промежуточное значение, ноль единица, он половинку еще ввел, и он удачно определил эту половинку через понятие детерминизма. Но более удачных примеров пока что нет. Так что интерес к многозначной логике был вначале довольно бурным, а потом постепенно он затих, поскольку ответить на вопрос, что лежит между истиной и ложью, если там действительно что-то лежит. Никому так до сих пор и не удалось. Спасибо за внимание. До свидания.